К сообщениям из регионов. Помощница в беде и жизненный ориентир для православных. Образ Божьей Матери Скорпослушница прославила накануне церковь. Для Спаса Гробовского храма Брянска торжество стало малым престольным праздником. Подробности далее. В праздник иконы Божьей Матери Скорпослушница митрополит Брянский Исевский Александр возглавила престольное торжество в нижнем пределе Спаса Гробовского храма. Небольшая красивая церковь со старинными сводчатыми потолками, арочными проемами и искусственной резьбы деревянным иконостасом была освящена Владыкой Александром в честь образа Божьей Матери после капитального ремонта полгода назад. Я очень люблю этот храм. И в том числе этот маленький храм, который освящен в честь иконы Божьей Матери Скорпослушница. Я его очень люблю. Я ее чувствую. Она разговаривает со мной обстоятельствами. Как и Господь. Я вижу эти обстоятельства. Как она со мной разговаривает. Откликается на мои просьбы. После освящения нижнего храма здесь стало доброй традицией по пятницам совершать вечернее богослужение с чтением Акафиста Пресвятой Богородицы. И прихожанам пришелся по душе этот малый дом Божий. Сыновня, благодарим вас, Владыка, что вы разделили сегодня с нами радость престольного праздника. Но и паче же благодарим вас, Владыка, за этот подарок. Вот вы подарили приходу этот храм в честь иконы Божьей Матери Скорпослушной. И мы еженедельно здесь совершаем молебен с чтением Акафиста Пресвятой Богородицы. И видим, что люди приходят с просьбами и обращаются к Матери Божьей в своих молитвах. Образ царицы небесной Скорпослушницы сейчас находится в обители Дехиара на Афоне и был написан в 10 веке. В 1664 году монах Нил, проходя в трапезную с зажженной лучиной, услышал от этого образа Богородицы голос, призывающий его больше здесь не ходить и не коптить икону. Монах подумал, что это шутка кого-либо из братьев и пренебрег замечаниям, но внезапно он ослеп. В горьком раскаянии молился Нил перед иконой Божьей Матери, умоляя о прощении. И вновь услышал чудный голос Пресвятой Богородицы, обещала исцелить его и являть скорую помощь и утешение всем, обращающимся к ней с верой. То есть она скоро слышит наши с вами молитвы, наши молитвенные и слезные воздыхания, но не всегда мы чувствуем ее отклик на наши молитвы. И в этом не она виновата, а виноваты мы с вами. Потому что наша молитва иногда отличается не дерзновением, а некоторой дерзостью. Архипастер напомнил, что наши молитвы мы должны возносить со смирением, искренним, а не напускным.